Прежде всего, День китов – это привлечение внимания общественности, представителей власти и всего человечества к вопросам защиты этого уникального вида животных и вообще всех морских млекопитающих, которых к настоящему времени на нашей планете сохранилось всего 119 видов. Интенсивное и беспощадное истребление морских животных, продолжающиеся уже более 200 лет, пагубным образом сказывается на их численности. Многие представители этого отряда оказались на грани исчезновения. В Чёрном море водятся четыре вида – дельфины азовки, дельфины белобочки, дельфины афалины. Ещё есть тюлень монах. Но его популяция либо уже исчезла, либо вот-вот исчезнет. Млекопитающие – самые чуткие индикаторы состояния морской среды. Они создают стабильность биологического круговорота веществ в экологической системе. Поэтому сокращение численности морских животных ведёт к нарушению биоравновесия экосистемы океана. Каждый человек должен думать о последствиях своей деятельности и вести себя правильно, заботясь о братьях наших меньших. В море нельзя бросать бутылки, что нельзя бросать мусор, что нельзя оставлять дельфующие сети, что нужны, так сказать, мероприятия общей направленности за чистоту Чёрного моря. Огромное количество морских млекопитающих гибнет в рыболовных снастях. Севастопольский дельфинарий в Ордбухте уже давно предлагает начать использовать непрозрачные сети, чтобы дельфины их видели и обходили как препятствие. Также, по словам Риты Казуновой, они ратуют за организацию морского заповедника в Севастополе. Каждую зиму к нашим берегам приходит огромное количество дельфинов для создания семейных пар. Это уникальное явление в масштабах Чёрного моря. И для того, чтобы афалины и белобочки были в безопасности, такой заказник просто необходим, заявляет пресс-секретарь. Ещё одна инициатива в реализации которой участвует Севастопольский дельфинарий – это создание у берегов Севастополя от мыса Фиолент до мыса Сарыч так называемого дельфиньего заповедника. Этот заповедник должен простираться не на суше, а именно в акватории у берегов. Но если вдруг случилось несчастье и вы обнаружили дельфина, которого выкинуло на берег, ему необходимо оказать первую помощь. Первое, что нужно сделать – освободить дыхало, находится у него как бы на затылке. Второе – даже зимой у дельфинов нужно поливать водой и по возможности отнести их в море. И ещё сделать одно действие – позвонить по телефону 55 99 55 – это наш дельфинарий. Наш спасательный отряд приедет на место, где бедствует дельфин. Конец 2012 года для дельфинария был ознаменован рядом приятных событий. Осенью минувшего года у нас произошло исключительное событие, очень счастливое. Появился на свет дельфиненок, которого назвали в честь Севастополя – севой. Буквально через месяц после появления на свет севы у нас произошло ещё одно радостное событие – родился морской котик. Работники дельфинария призывают заботиться о морских млекопитающих и помнить о том, что кроме нас на планете Земля живёт ещё огромное количество живых существ, каждый день нуждающихся в нашей защите. Елена Корнухова, Виталий Козловский, программа «Наше время».